МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Якби суть театру полягала лише в захоплюючому водовищі, можливо, і не варто було б вкладати в нього стільки сил. Але театр – це майстерність відображати життя, стверджував Костянтин Станіславський. Вас вітає програма «Вітражі Слобожанщини». Сьогодні ми будемо розмовляти про театр. І на прикладі спектаклю побачимо, що театр – це не відображаюче дзеркало, а збільшуюче скло, як сказав Володимир Маяковський. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях Виктор Андреенко. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуй, Харьков. Здравствуйте, телевидение. Как вас зовут? Анна. Здравствуйте, Анна. Скажите, а много ли у вас общего? Есть ли у вас все-таки брат-близнец, таможенник? Ну, да, после этого что-то мне в Харькове часто задают этот вопрос, почему-то в Харькове. Я не знаю, ну, наверное, приграничный город все-таки. Вот. Я не знаю, везде по чуть-чуть что-то украл. Имеется, где-то в одного человека одно взял, во второго, второго где-то и так далее, и так далее. Вот. Папа когда делал, я просто разозлился на всех этих, которые псевдо-священников, псевдо-верующих таких, знаете, которые под этим собирают деньги. Поэтому сказали, что самая лучшая роль получилась в этом спектакле, это вот этот папа. Прощения просим, давайте все-таки объясним нашим зрителям, что мы говорим о спектакле «Одесса. Мама», который с успехом прошел в Харькове. Песня «Одесса» Лиричная комедия, в которой есть место и слезам, и смеху. Поезд «Дадя Са Мама» – это рассказ о еврейском сыне, который едет в Львове в очень серьезной справе. Сделать из одессого бриллианта – нью-йоркский. У купе он встречается с чаревной паней, которая возвращается с покупками из знаменитого одессого рынка. Моя героиня – это такая загадочная личность. На сцене произойдет перевоплощение, и в общем, это человек – праздник. Під час спектаклю у відносинах Міши, якого мама постійно контролює через скайп, і темпераментної Наталі відбуваються такі трансформації, що у фіналі їх не впізнати. Вони закохуються і думають, що їх зустріч – це подарунок долі. Але не все так просто. Насправді їх зустріч спланована. І її організувала та людина, від якої вони такого ніколи б не чекали. Слухай, Малахоль, написати мені здається. І ще одне криве слово, я тобі так відхукуперю, що тебе капець, щоб ти не доджався. Мішу не підтримують. Слухся мою. Мамачка, біда. Що? Що? Біда. Практикато мене на жінчину? Хуже, мама. На мої два места двоємі. Ніше, не мійде до злепо дикатеньку. Мама, я сам. Я сам, мама. Мені зберпіся петлі. Мама. Ніше. Мама. Я б тобі перестелила. Дякую, а ви не бачите моєго закваячика? Дякую, а ви не треба до косвітичка. Це якій айболіта. Такі чорнікі, такі, такі, з пряшками блістякі. Так, з пряшками, так. Точно, він точно тут стояв? Ну, так, ну, да, конечно, стояв. Такі пахне кожей. Пахне кожей. Такі тяжелі. Тяжелі, так. Тяжелі. Так, так, тяжелі. Ні, я не бачу. Так, так. Так, так, старше лейтенант Епететенко. Це ваш лейтенант? Так, так, обратите увагу. Ви ще заяву не написали, а вже дякую в мене в руках. Ось як це все. Так, так. Так, так. Спасіба, не надо. Не надо, спасіба. Ну, понюмайте, я вам дати один голос. Ну, маму званила. Мама званила. Збанила мама. Я сказав, що нормально, мусульманка впирала. Але ми віддали, все в порядку, без проблем. Без проблем. Ну, дайте так, да. Я кажу, я віддав. Але це ж від, знаєш, спіщенне доказательство. Я без протоколу не можу. А, ну... Ні, без протоколу не взяв! Трога, що запрошується, добре. Я дуже щось сильно розвиняюся. Я перепрошую, товаришній лікарі. А у вас, звичайно, брат-близнець на того, що не працює? В сім'ї ніхто не працює. В Україні. Я й згиняюся. Що всі близніці? От згиняюся, брат. Під час спектаклю не вщухають сміх і оплески. Глядачі кажуть, вистава поєзда «Дєса мама» сьогодні дуже актуальна. Вона не тільки дарує море позитивних емоцій, але й наштовхує на роздуми. Мені згиняюся, що нам здавалося зробити ту атмосферу, в якій ми все стремились. Але дуже хотілося, щоб люди посмотріли, як то й очистилися і в то же время душевно очистилися і в то же время получили удовольствие. Я хочу призвати всіх, хто неравнодушен к театру, обязательно підтримати актера українського. Тому що наші актери прекрасні. Просто я і плакала, і сміялась, і мені казалось, що у мене живот просто розорветься від сміху. Я в восторге просто, я вышла, я в восторге. Я таке удовольствие получила. Обязательно кожен, хто хочеть получить мільйони положительних емоцій, обязательно підтримати на «Одєсу маму». Спектакль дуже современий, і тут такі фішки применені дуже модно і класно. І політика немножко, і немножко для душі, і смішно, і грустно. Але в наше тяжелое время нам очень сейчас нужны вот такие емоції позитивні. Замечательні, просто сміялся, я столько давно не сміялся. Очень, очень, очень хорошо, очень весело, і такой позитивний спектакль. А жизнь, а жизнь все-таки делает добро, оно тебе вернеться. Так оно і получилось. Спустя какое-то время оно все равно тебе вернеться. В спектаклі поезда Дедіса Мама не тільки багато гумору, а й багато сюрпризів. В фіналі виявляється, що у ньому присутня ще інтрига, яка ненароком розкривається. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очень неожиданный спектакль. Как вы считаете, у вас много общего с вашим героем? Ну, в этой руре я хотел показать какой-то внутренний мир урода, понимаешься. Человека, который хочет украсть денег у простых пассажиров СВ. Ну, это глупость, понимаете. Мы валяли дурака, мы получали удовольствие друг от друга. Вместе придумывали какие-то штуки. Но самое потрясающее, что у Руслана уже это же вообще. Я говорю, ребята, надо цеплять цепями эти гири, как у этих каторжников делали. Потому что, ну, невозможно ее. Она как рванет, как симпровизирует, а потом... Ну, проблема в другом, ну, симпровизирует. А как нам выкручиваться? Знаешь, это... Там пару было мулек, которые она придумала. Ну, походу. Ну, я выкрутился, я что? Первый раз, что ли? Господи, нашла с кем сражаться. Это Олег бедный перепуганный, мне его жалко. А мы-то два таких монстра. Но зато мы так друг другу подбрасываем такие. Ну, что вы? Поэтому говорить... Поделали, вот я получал удовольствие. У меня вообще роль должна была быть по-другому. Но мы переделали это дело. Я объясню. Я посчитал... Я был инициатором. Я срезал, зарезал свою роль. Хотя все меня ругают. Говорят, Виктор, ты не прав. Я сказал... Понимаете, говорю, ребята, не обо мне речь. Не я главный в этом спектакле. В этом спектакле главное взаимоотношение двух людей. Это тех, которые играют Руслана и Олег Филимонов. Я вспомогательный образ. Моя задача их столкнуть. Какими-то средствами комедийными, корыстными, чем угодно я сталкиваю их. Но они главные. Потому что если я выйду в финале и сделаю точку ту, которую надо, я просто так разломаю. И все же до этого было сделано. Я был инициатором. Хотя, может, постепенно мы вернемся. Мы переделаем финал и мы все-таки сделаем тот финал, который был на самом деле. Потому что этот финал еще больше, я считаю, усиливает оценку, во-первых, Русланы, как ее персонажа, главного героя, который делает поступок. Понимаете? И последний поступок, когда человек совершает просто в разрез своей жизни, психологии, разномеренности своей жизни, вдруг он делает поступок совершенно противоположный. И тогда это совершенно другой человек происходит. То есть я к чему говорю, что вполне возможно вернемся к этому. Вполне возможно. Тогда спектакль станет еще богаче. Скажите, а Аня Ткач, она сразу появилась? Это десятилетняя девочка, которая в течение спектакля играет, как потом уже выясняется, кого мы не будем говорить зрителю, пусть приходит, посмотрит. Но когда ребенок десятилетний поет песни и как взрослый человек, не по голосу, а по внутреннему, то есть поет ребенок, но она понимает, о чем она поет. Если она поет о любви, она поет о любви, если она поет о несчастном мальчике, который продает папиросын, купите папиросын, подходи пехотой и матросын. Это вообще, ну что-то мурашки, я вообще там не знаю. А не вокруг нее строился спектакль? Нет. Она появилась сразу, как мы понимали, что нужно что-то проходящее от начала до конца. Она должна быть, как нитка должна быть, как бы нужно делать какие-то перерывы все-таки, понимаете, нельзя ржать все время, смеяться, нужно какое-то делать люфтики какие-то и делать этими песнями. И сначала это было, ей очень сложно, понимаете, как она привыкла качаться, все, вот такое, знаете, человек себя заводит, но моментально лезет эстрада. Я говорю, Аннушка, к сожалению, вот надо встать, посмотреть на зрителя, как монолом, и спеть ему вот, рассказать эту песню. И вот это очень сложно, когда стоять, не, не получить, знаете, она вот чуть-чуть, она когда поет песню, она немножко в себе там, знаете, получает удовольствие. А тут надо сесть вот так вот просто. И у нас была одна потрясающая ситуация, полетел микрофон. И я сказал, ребята, давайте не будем микрофон, пусть она поет сама, потому что это было что-то невероятно, зритель в шоке был. Почему-то зритель думает, что она поет под фонограмм, что она открывает рот. И вдруг она стала петь, а у нас вылетает микрофон, начинаем чуть тише делать музыку, и она начинает петь этот финальный фильм. Крутится, вертится, шок. И все так, а-а-а, а у нас настоящее, у нас по-настоящему спевает, нафига себе подъедет. Такой зритель в шоке был. Так может ваш образ это такие крепкие перила, на которые опирались главные герои, растя над собой? Да, но там есть, должна быть финал. То, что вот я придумал с этим телефоном, это мое было предложение, что они должны забыть этот телефон, и мы должны, этот проводник должен что с ним делать? Я говорю, отдай девочке. Я придумал, я шел по Петербасовской, встал вот так посредине, говорю, Руслана, я придумал, я сказал, я понял, как нам сделать финал. И я вот этот финал и рассказал, что вот так надо его сделать. Это, еще раз говорю, ну, я рад, что мне пришла эта мысль, потому что мы не знали, как закончить, откуда должна появиться Волкова, как оно все это должно. И когда я понял, что надо отдать ребенку этот телефон, а ребенок это маленькая мама, которая тогда была, и мы говорим, тогда надо ее в платье белое одеть, и все, и как бум-бум-бум, это все так, чук-чук-чук, знаете, вот этот кубик-рубик, он наконец сошелся. Это вот говорит о том, что мы все, во-первых, любим друг друга, мы к друг другу относимся, слышим друг друга, берем на заметку, если это интересно, и не стараемся, знаете, тянуть одеяло, мы делаем общее дело, вот это очень важно, понимаете, вот в театре очень важно делать общее дело. Спасибо, Виктор, что вы нашли время и пришли к нам в гости, очень надеемся, что скоро увидим новый спектакль «Поезд Одесса. Мама», и добро пожаловать к нам в студию полным составом. Я, во-первых, хочу действительно поблагодарить компанию «Артист», потому что если бы не они, мы бы сюда не приехали, и, конечно, благодаря этому потрясаю Колес Тиви вашему, которая так раскачивала, что я всем по фейсбукам своим побросал, так сказать, вашу прекрасную рекламу, и рад, еще раз говорю спасибо, и благодаря, наверное, вот компании «Александру», вот, который руководит этой компанией «Артист», мы, наверное, приедем еще раз, и, наверное, не только в мае, и, наверное, в сентябре. Приглашайте, без проблем, вы знаете, куда обращаться. Компанию «Артист». Компания «Артист»